К региональным событиям. Крайний срок 1 мая 2014 года. К этой дате должна быть полностью завершена реконструкция стадиона «Центральный». Такое строгое поручение организациям, ведущим работы на главной спортивной арене региона, дал астраханский губернатор. Александр Жилкин проинспектировал ход реконструкции объекта и остался доволен увиденным. Новый газон «Центрального» требует особого ухода. Для любой европейской арены такая машина для прочесывания травы – обычное дело. Для Астрахани – революция и эволюция. Впрочем, подобные приятные новшества здесь на каждом шагу. Стадион меняет облик прямо на глазах. Главная чаша практически готова. Идет монтаж конструкции того, то есть литокраска. Через дней 10 смонтируем того и будем делать пробный запуск. Параллельно идет работа по системе освещения «Центрального» стадиона, то есть идет наладка всей энергосистемы стадиона. Сейчас на объектах трудится посменно две бригады по 60 человек. Согласно отчетам строителей, работы на основной поляне должны завершиться к ноябрю. А вот по запасному полю работы еще достаточно. Газон с подогревом уложен, но электрика и табло пока в пути, а трибуны на 2000 зрителей на стадии фундамента. Однако есть уже что с чем сравнивать. Вот начало июля, а это сегодняшний день. Как говорится, найдите 10 отличий. Когда ты увидишь, что качество высокое, то, конечно, настроение поднимается. Но это делает все для людей, для детей, для молодежи нашей. Губернатор доволен и с удовольствием фиксирует увиденное для истории. После того, как здесь возведут трибуны, старые тополя по периметру заменят на трендовые липы, березы и хвойные. Повсюду разобьют цветочные клумбы. Все должно выглядеть по-европейски, ведь и планы у нас серьезные. Маленькую тайну скажу, что все-таки сегодня Астрахань рассматривает как базу чемпионату мира в 2018 году. Я думаю, что многие команды захотят именно тренироваться, жить и приезжать сюда, как домашнее поле использовать. Уже сейчас понятно, что первоначальная проектная стоимость недостаточна. По ходу реконструкции пришлось проводить дополнительные работы и даже строить новые объекты. Окончательная цена вопроса – 407 миллионов 940 тысяч рублей. Губернатор подтвердил, что с дофинансированием со стороны «Газпрома» проблем не будет. Еще 130 миллионов – это небольшие деньги для такого большого, нужного объекта для жителей Астраханской области и города Астрахань. За расходом средств ведется самый серьезный контроль, как представителями акционерного общества «Газпром», так и лично главой региона. На конец апреля следующего года запланирован визит в Астрахань Алексея Миллера. Поэтому, заявил губернатор, крайний срок сдачи объекта – 1 мая 2014 года. Александр Смольков, Ярослав Попов, Телеканал 7+.